Каждый день здесь проезжает до 35 тысяч машин. Остановка «Развилка». Отсюда сотни жителей Новоалтайска добираются в Барнаул на работу и учебу. При таком мощном трафике не обходится без ДТП. На этом пешеходном переходе, когда он был еще нерегулируемым, произошли две аварии с участием пешеходов. Доля ДТП с участием пешеходов на федеральных дорогах не так велика, как на муниципальных дорогах. Составляет всего не более 10% от общего числа ДТП. Но при этом во всех этих случаях люди получают тяжелые ранения или гибнут. 16 секунд. За это время пешеход спокойно переходит проезжую часть. Светофор нового образца появился здесь недавно. Работает он бесконтактным способом. Поэтому пешеходу даже не придется снимать перчатки. Все светофорные объекты с кнопкой вызова оборудованы интеллектуальной системой вызова пешеходной фазы. Кнопка оборудована датчиком приближения. На нее не нужно давить. Специальное табло покажет оставшееся время ожидания до пешехода. Опоры над проезжей частью дублируют сигнал светофора. Так что водители наверняка не проедут на красный. Я приезжаю всегда, что не час пик, что этого сплошного потока нет, а там 2-3 машины, конечно, остановятся. А если тут их потоком, то, не знаю, не перебегала в это время. Ну, сейчас-то вроде сообразила, что ручку подержи и пошел. Кстати, в конце ноября новые светофоры заработали также на Чуйском тракте в селе Баяновские ключи, а также на трассе Барнаул-Рубцовск на границе с Казахстаном. Ранее светофорные объекты по этой же трассе появились в районе остановки Октябрьский садовод и в поселке Сибирская долина. Все эти участки были выбраны по анализу аварийности, чтобы теперь свести травмы и гибель на дорогах к нулю или хотя бы минимизировать их. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.